Конечно, рождение каждого юного пенешенца для нас очень важно, и поэтому Юрий Евгеньевич не мог обойти стороной вот такую красивую регистрацию наших малышей. Встречайте, семья Зимяных, Иван Владимирович и Елена Андреевна. 21 февраля 2019 года в 11 часов 2 минуты масса тела 3 килограмма 200. В семье Зимяных случилось радостное и незабываемое событие. В их семье на свет появился сын. С этого момента на вас, родителей, ложится огромная ответственность за воспитание достойного гражданина своей страны, жителей Ивановской области. Это уже второе незабываемое событие в этой семье. У Ивана и Елены есть старший сын Даниил, которому в этом году исполнится 9 лет. Иван, Елена, поздравляем вас с рождением, внучка Матвея. Иван, Елена, поздравляем вас с рождением, внучка Матвея. Иван, Елена, поздравляем вас с рождением. Нам сегодня очень выпала высокая честь принять участие в торжественном мероприятии, в очередной регистрации. Я, например, приятно удивлен в том, что это событие сегодня проводится в очень торжественной и красивой остановке. Именно в красивом здании, который совсем недавно был подвергнут реконструкции. Я уверен в том, что вот это действие, которое сегодня здесь происходит, ваша семья запомнит на всю жизнь. И расскажете обязательно, я уверен, об этом торжестве, в сегодняшней мишке, когда он уже подрастет. И, конечно, хочется верить, что вот такое событие, в такой обстановке послужит определенного рода толчком. Что вы еще раз сюда пришли, уже с третьим своим ребенком, так как вот в послании президента, который он совсем недавно озвучил, в семье, где родится третий и последующий ребенок, будут очень большие льготы. И в плане поддержки, как говорится, в вопросе обеспечения себя жильем, и будут всевозможные льготы на имущество и так дальше. Так что вам уже президент сделал для этого, мы будем говорить, хороший подарок. И я думаю, что этим тоже надо воспользоваться. А вам, и папе, и маме, я, конечно, желаю доброго здоровья, вместе с Тимофеем, любить друг друга. Потому что, кто бы, что бы ни говорил, семья – вот та ячейка, с которой начинается страна. Если каждая семья будет счастлива, иметь достаток, и государство наше будет сильным и непобедимым. Всего вам самого доброго. Мы, Иван, Елена, мы от всей души поздравляем вас с рождением сына. Вот мы сидели с Федоровичем, слушали, как маленький мальчишка голосок свой подает. Я представляю, сколько тепла и радости сейчас находится в вашем доме, как вам хорошо. Конечно, там это определенная забота, но это такая радостная забота, которая несравнима ни с чем. Мы желаем, чтобы мальчишка у вас вырос достойным человеком, семья очень хорошая. Дай Бог вам Божьей помощи во всем, чтобы все у вас получилось, все спорилось, и было счастье и любовь к вашим домам. Поздравляю вас с рождением вот такого замечательного вашего чудо. Пусть ваша крошка растет здоровым, пусть у него в дальнейшем служит счастливая жизнь. Ну и внимательного ему ангела-хранителя, который избавит его от бед и зла. Ну а вам, так как у вас уже второй ребенок, помните, наверное, все бессонные ночи, которые у вас были. Внимание, любви. Не было. Не было? Замечательно. Пусть и с этим не будет. Ну, наверное, терпение все-таки, так как уже второй это требует. Цветы маме. Ну а папе я вручу первый документ вашего сына, страховое свидетельство. Да, пожалуйста. Постарайтесь быть справедливыми, мудрыми, терпеливыми родителями, чтобы вырастить вашего сына добрым и отзывчивым, образованным и целеустремленным. Сделать это возможно лишь в атмосфере крепкой и дружной семьи.